Маргариту Симоньян с Z-каналой начали записывать в предательницы. Ну, говорят, что для нее уготован особенный котел в аду, и что вообще то, что она говорит, противоречит всему тому, за что Россия воевала и воюет прямо сейчас. Ну, за что Россия воюет прямо сейчас, значит, определить невозможно, потому что цели и задачи того, что Владимир Путин называет СВО, постоянно меняются. Однако сам факт интересен. Причем интересно и само выступление Маргариты Симоньян, которая породила такое большое количество обсуждений в Z-среде и проклятия в адрес Маргариты Симоньян, и реакция, которая за этим последовала. Что же произошло? Маргарита Симоньян, выступая на очередной говнопередаче Владимира Соловьева, начала рассказывать, что ей в целом нравится индонезийский план мирного урегулирования. Что такое индонезийский план мирного урегулирования? Это очередная там одна из стран, которая вышла и такая, слушайте, а давайте все прекратят стрелять, а потом проведем какие-нибудь референдумы, еще что-нибудь такое. Ну, мы уже слышали с вами такого рода предложения. Понятно, что никто всерьез их не воспринимает, никто на них не реагирует. И как бы, ну, вот индонезийский план, они как-то его предоставили и предоставили, и ничего страшного. Но этот индонезийский план очень понравился Маргарите Симоньян. И она пришла с ним целиком и полностью согласиться, призвав как можно скорее прекратить вооруженное столкновение, остановить, как она сказала, кровопролитие и действительно провести референдумы на территорию Украины. Говорят, зачем же нам территории, которые не хотят с нами быть? Ну, вообще ни одна территория Украины не хочет быть с Россией. Не хотела и Донецкая, и Луганская область. Просто Россия ввела туда буквально свои войска и пророссийских всяких комбатантов, которые, ну, официально комбатантами не являются, поэтому, когда их будут судить, у них не будет статуса комбатанта, что даровало бы им иммунитет. Но, тем не менее, собственно, именно эта Россия и провернула свое время, откуда и началась вся эта война, которая идет уже много-много лет. Но не так важно. Суть здесь в основном заключается в том, что Маргарита Симоньян сказала то, что за это общественности намекнула на то, что в Кремле вообще рассматривают варианты и заморозки конфликта, и вообще отползания назад. Это довольно примечательно, и мы с вами это обсудим отдельно, но после того, как ознакомимся с реакцией Z-GNIT. Потому что это, во-первых, ну, приятно наблюдать, а во-вторых, это, конечно, нам говорит о некоторых процессах, которые происходят не только между там различными силовыми и военными ведомствами, которые уже мочат друг друга, но и в стане пропагандистов и лоялистской общественности. Там тоже есть свои расколы, которые трещат все сильнее, тем больше, чем меньше есть уверенности в успехе России в этой войне. Давайте для начала посмотрим фрагмент с Маргариты Симоньян, а потом, что про него сказали Z-патриоты. Замечательно. Остановить кровопролитие прямо сейчас. Остаться там, где все стоят, заморозить и дальше провести референдумы, как и предложила Индонезия. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Значит, справедливо. Ну, хорошо же. Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить. Не уверена я в этом. Теперь переходим к реакции. Но я напомню, что вы можете поддержать этот ролик лайком, комментарием, подпиской. Смотрите его до конца, будет много всего интересного. Ну и поддерживайте сам канал на сервисе Patreon. Это сервис, где можно оформить ежемесячные пожертвования и таким образом дать каналу существовать и выпускать контент, грубо говоря, мне и команде работать. Ну и можете оставить суперспасибо. Это тоже такой единоразовый донат. Кнопка с долларом в сердечке прямо под видео. Что же думают про слова Маргариты Симоньян Z-гниды? Ну вот, например, небезызвестный Дмитрий Борисенко рассказывает следующее. Твою дивизию? Какой лютый позор, Симоньян. А за что наши парни гибли тогда? Кого мы мозги пудрили все это время о деноцификации, демилитаризации и т.д. Типа, ну не шмаглая, не шмаглам, да, б***ь, наше все. Да, Симоньян? Обращается к многодите Симоновне господин Борисенко. Ну, за что люди погибали? Тут понятно. За амбиции Владимира Путина из-за его попытки захватить территорию другой страны. От деноцификации и демилитаризации уже давно отказались. Во-первых, потому что эти слова так и не стали понятному широкому кругу российских зрителей. А во-вторых, потому что, ну, деноцификация на самом деле происходит с Россией и демилитаризация, по сути, тоже. Поэтому эффект ровно обратный. Уж про то, чтобы там НАТО не расширялось, я не говорю, потому что за время войны в Украине НАТО, наоборот, расширилось, приросло полутора странами. Ну, то есть, одной уже приросло, одной еще прирастет. Это все находится в процессе. Более того, контингент НАТО, который будет расположен в странах, которые ближе всего к России, он будет увеличен. Поэтому, если цель была этой войны каким-либо образом НАТО отодвинуть, то цель полностью провалена. Ну, а то, что пропагандисты непоследовательны в своих высказываниях, как и сам Дмитрий Борисенко, он мог не раз убедиться и ранее. Вот что пишет канал Обыкновенный Царизм. Пропаганда поражения. Было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Победа – это скорейшее завершение спецоперации. Нет, это не цитаты с эфира в дождя, это цитаты российских телепропагандистов Маргариты Симоньян и Виктора Олевича. Ни одна из целей СВО не достигнута. Население Донбасса все еще в опасности. Теперь, правда, опасность угрожает еще и людям на Брянщине, Белгородщине, в Курской области, в Москве, Санкт-Петербурге. Нацификация Украины, прости господи, достигла своего естественного пика. Если раньше украинцы смущались и говорили «Нет, не все украинцы нацисты», то сейчас смущаются и говорят «Жаль, что не все украинцы нацисты». Ну, нацизмом, судя по всему, этот человек называет защиту своей страны от агрессора. Почему-то в его представлении нацист выглядит примерно так. Хотя, ну, понятно, у пропагандистов есть свои ограничения, они не могут говорить, как все есть на самом деле. Тем не менее, национальная идентичность Украины и ее одобрение и восприятие по всему миру, конечно, выросла в разы. Почему-то вот, что пригожен, что этот человек, они под термином «диноцификация» подразумевают не избавление от условного нацизма, а избавление от самой украинской нации. Что честнее, потому что действительно это задача Владимира Путина, но к самому термину отношения не имеет. В любом случае, украинская нация укрепилась как никогда раньше. И если раньше люди на Западе, в том числе, не могли на карте показать Украину, и вообще многие думали, что это часть России, то сейчас таких людей, я думаю, практически нет. Но продолжаем с этим замечательным телеграм-каналом. Милитаризация Украины пополнилась не только запасами советской техники со всей Европы, но и западной техникой. Враг коварен и ожесточен. Враг взрывает Каховскую ГЭС. Что неправда, но тем не менее, враг равняет с землей город Шебекина. Враг атакует Москву массовым налетом БПЛА. Не, если налет будет массовый, вы заметите. Тем не менее, продолжаем. Победа — это скорейшее завершение спецоперации. Слова со вкусом предательства и крови. От всей этой истории воняет рисом и ордынцами. Товарищ Си предложил именно такой мирный план. Кремль начал прощупывать почву. Да, на фоне наступления врага. Ведь Кремль планирует нанести противнику военное поражение. И на фоне этого рассматривает вариант заключения мирного договора. Да, именно в тот момент, тут человек пишет, провал в наступлении Украины, по всем правилам стратегии армии, нужно будет контрнаступать на Запорожье и запад Донбасса. В аду есть особый котел для предателей. В этом котле сидят избранные представители Азова со всеми своими пыточными инструментами и воображением. Они ждут вас, дорогие наши пацифисты. В общем, я ничего против того, чтобы Маргарита Симоновна варилась в котле в аду, не имею, честно говоря. Но, тем не менее, довольно интересная реакция. И отчасти правдоподобная. Не в том описании, которое человек делает, а в тех причинах, которые он за этим видит. Вообще, почему выступление Маргариты Симонен вызвало такую ожесточенную реакцию? Я согласен с телеграм-каналом, который называется «На западном фронте без перемен». Очень хороший телеграм-канал, не так давно появился, но он также любит копаться в Z-каналах, как и я. И не только там репостит различные кринжовые вещи оттуда, но и проводит свою аналитику. Некоторые мои патроны посчитали, что я веду этот канал, потому что сказали, что у нас очень похожие с ним предпочтения. Но нет, это не я его веду. Хороший канал. Всем могу порекомендовать. В общем, там человек справедливо полагает на этом канале, автор этого канала, что такая большая волна негодования по поводу слов Маргариты Симонен вызвана в том числе, что люди понимают, как устроена вот эта верхушка пропаганды. И сам вот этот вот Z-канал описывает это довольно подробно. Что в верхушке появляется какая-то идея, которую они хотели бы реализовать. И они начинают потихонечку через своих пропагандистов тестировать эту идею. То есть посмотреть, как на нее отреагирует общественность. Будет ли она принята в штыки или наоборот. Ей будут рукопрескать и говорить, какая замечательная идея. В общем, под предположением этого Z-канала, которые могут соответствовать действительности, российские власти рассматривают варианты, которые не устроят эту самую Z-общественность. То есть варианты, когда этот конфликт будет как минимум заморожен, а как максимум Россия пытается сделать какие-нибудь очередные договоренности, которые будут включать в себя, собственно, там, не знаю, частичную оккупацию или что-нибудь еще. Здесь, конечно, могут не переживать Z-каналы, потому что Украина на такие договоренности не пойдет. Потому что Украина борется за свою землю и за свою территорию. И если планы с оставлением России территории, которая была оккупирована после 24 февраля, могут быть обсуждены, с маленькой, на мой взгляд, вероятностью, тем не менее, могут, то планы, которые включают в себя сохранение за Россией оккупированных территорий Запорожской области, Херсонской области, Донецкой, Луганской, вот те, которыми они оккупировали после 24 февраля, это, на мой взгляд, невероятный сценарий. Тем не менее, Россия, понимая, что войну не удается выигрывать, что все идет совсем не по плану, вы знаете, на днях была публикация, что Голодков сообщил, что Белгородская область полностью освобождена. Ну, когда у вас в июне 2023 вас освобождает, помните, да, вот в июне 2022-го были какие-то планы там еще на Харьковскую область, были еще какие-то планы там на, ну, в общем, на украинские территории, которые оставались на тот момент под контролем Украины, но Россия такая, нет, мы их захватим. То в 2023 году Россия освобождает уже Белгородскую область, то есть собственную территорию. И вообще делает это довольно неуверенно, потому что, ну, мы не до конца все понимаем, что вообще происходит в Белгородской области, насколько она контролируется российскими войсками, насколько там еще будут заходы, новые ДРГ и прочее, прочее, прочее. Поэтому, да, очевидно, у России есть проблемы, у России есть проблемы экономические, чтобы там не говорила российская власть, мы видим просто на цифрах и по количеству засекреченной теперь статистики, что никаких новых источников дохода у России нет. И что в перспективе, собственно, экономика просто не может никаким образом продуцировать доходы, которые могли бы покрывать обязательства, которые есть у России, в том числе там перед собственным населением. Понятно, значит, папа, ты будешь меньше пить, нет, сынок, ты будешь меньше есть. Это, конечно, все будет работать, но все это будет порождать и социальную напряженность, которая может выливаться в довольно странных для власти вещах, ну, неприятных вещах, особенно, когда вновь потребуется мобилизовывать население для того, чтобы, ну, как минимум, оборонять те территории, которые находятся под оккупацией России прямо сейчас, да. И вот это вот население, на которое забили всевозможные органы, оно вряд ли будет преисполнено желанием как-то эти ряды активно пополнять. Более того, есть уже и различные разломы внутри военной вертикали, где пригожинцы захватывают российского подполковника в плен, где вообще пригожинцы непонятно, что делают, да, где пригожин говорит, Минобороны, у вас две недели, иначе мы придем в Белгородскую область. Ну, то есть уже начинается война против всех потихонечку, есть уже, очевидно, неконтролируемые боевые группы и объединения, и вот на этом всем фоне Украина еще и ведет контрнаступление. О контрнаступлении и о том, насколько оно действительно идет, по крайней мере, в своей наземной части, говорить пока сложно, да, потому что те сообщения, которые приходят, там объективные сообщения, ну, то есть о том, что вот на каких-то направлениях есть украинские удары, но достаточно малыми группами, пока сложно это, ну, кодифицировать как полномасштабное украинское наступление. Ну, а все рассказы, там, Володина, Шойгу и всех остальных, что там три тысячи человек уничтожили, танки уничтожили, леопарды, все уничтожили, это, конечно, чушь собачья, которая, вот, единственное визуальное подтверждение которого было в видео, где российский вертолет стреляет по комбайнам сельскохозяйствам, рассказывая, что это леопарды. Кстати, это военное преступление. Ну, сейчас не об этом. Если захотите, напишите в комментариях, я сделал отдельное видео про то, как вообще воспринимать сводки Министерства обороны, какие манипуляции там используются, и почему, на самом деле, любой, кто неиронично использует сводки Министерства обороны, не говоря о том, что это полная чушь, да, является помощником Министерства галлюцинации и дезинформации, то есть Министерства обороны Российской Федерации. Ну, в общем, на всем этом фоне, безусловно, российскую верхушку посещают мысли о том, а как вообще выходить из этой войны? Вообще, есть какие-то возможности это сделать? Потому что, ну, очевидно, что все не очень хорошо. При этом есть люди, которые полагают, что время работает на Путина, при этом сам Путин, я думаю, тоже так полагает. Но это не совсем правда. В каком смысле? Чем больше времени проходит, тем больше, в том числе, западные страны наращивают свою оборонную промышленность и свои возможности. Производство снарядов, производство бронетехники и всего прочего, что было фактически, ну, если не заморожено, то как минимум сильно редуцировано до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Да, и вот сейчас они восстанавливают все эти свои заводы, и тогда они уже в скором времени смогут больше давать Украине вооружений, боеприпасов и техники. Это увеличит военные возможности Украины. Поэтому на кого работает время, тут еще вопрос спорный. И поэтому России нужно искать какие-то пути выхода. И вот, судя по всему, прощупывается почва. Почему я уверен, что это не какой-то, знаете, самостоятельный внутренний прорыв Маргариты Симоньян? Ну, вы вспомните, чего она вообще раньше говорила, как она обещала Киев за три дня, как она говорила, что Украина плюнет, растереть, как она призывала все сильнее и сильнее наносить удары, в том числе по гражданской инфраструктуре. Это все и была Маргарита Симоньян. А теперь вдруг резко остановить кровопролитие, провести референдум. Нам не нужны территории, которые не хотят быть с нами. Ну, то есть эта риторика не свойственна предыдущим высказываниям Маргариты Симоньян, и поэтому Z-каналы справедливо полагают, что Маргарита Симоньян подготавливает почву или как минимум прощупывает ее для дальнейших жестов доброй воли. Но что-то я заговорился, давайте вернемся к Z-каналам, которые мы с вами так любим. Вот, например, канал записки Мичмана, который репостит в том числе Игорь Стрелков. И там он проводит следующий анализ замечательной речи Маргариты Симоньян. Свеженькая Симоньян получает зарплату из бюджета, уточняет он. Остановить кровопролитие прямо сейчас, остаться там, где все стоят, заморозить, и дальше провести референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория остается. Это же справедливо, но хорошо же. Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить. Не уверены я в этом. И мне почему-то кажется, что президенту они не нужны, пересказывает он видео. Дальше подытоживают. Карабах Армении не нужен, это мы уже поняли. А за Россию и русских как-нибудь сами решим. Без вас. Как вы видите, собственно, Маргарита Симоньян, которая выступает адептом традиционных ценностей, защищает властную повестку и все прочее. Я рассказывал об этом в отдельном видео, когда про культивирование ненависти, про то, когда Красовского Антона погнали с Донбасса, сказали нам такие, как ты, здесь не нужны, и он уехал. И я тогда рассказывал, что на самом деле все эти пропагандисты, они столкнутся с той ненавистью, которую сами порождают. С шовинизмом, с ксенофобией, с всеми этими замечательными ценностями, которые включает в себя нынешняя российская модель. И вот уже Маргарита Симоньян не бравая подруга, а небольшая приятельница, а значит человек, который должен не вмешиваться в российские дела. По крайней мере, как об этом говорят зет-патриоты, как об этом говорит Стрелков, репостящий это сообщение, и вот автор этого телеграм-канала. Но есть еще один немалый опус. От телеграм-канала «Комиссар исчезает». Пишет он следующее. Выступление Маргариты Симоньяна, я думаю, все видели. Спор на территории, новые референдумы на спорных территориях. Если кто-то не хочет с нами жить, зачем нам это? И не важно, что эти смелые проекты противоречат нашим законам и самой Конституции. Что, кстати, правда, потому что Владимир Путин, я напомню, вписал в Конституцию оккупированные территории. И сказал, что любой, кто вообще даже рассуждает по российскому законодательству нынешнему, но любой, кто рассуждает о том, что территории не являются территорией России, и являются спорными, например, нарушает Конституцию. И не важно, что за эти спорные, как выражается начальница территории, вообще-то умирали люди. Не важно, что мы не можем представить себе украинцев, которые балакали бы про то, что Крым, мол, спорная территория. Если кто с нами не хочет, так мы не держим. На той стороне все просто, жестко и однозначно. Не важно, что буквально вчера кто-то рассказывал нам про нацистов. И это, выходит, мы, нацистам, собираемся в случае чего, если голосование вдруг подведет, территорию России отдавать? Не важно вообще все, потому что где-то вдалеке слышен солидарный вопль всей нашей номенклатуры. Дайте нам выскочить. И на фоне этого выстраданного, мучительного желания любые государственные национальные соображения ничто. При этом всегда, конечно, кто-то берет за рукав и шепчет, старик, ты ничего не понимаешь, это все понарошку, это все для отвода глаз. Нам надо вкинуть саму идею переговоров, чтобы получилось, что мы за мир, а Украина за войну, а на самом деле ничего этого не будет, они не согласятся никогда на такое. И далее, далее, 100 километров мелких уловок и ужимок. Я понимаю, но не понимаю. Потому что я не понимаю другого, как можно на фоне таких речей с телевизора и такого настроения наверху мотивировать людей воевать и рисковать жизнью, если земля, за которую они воюют, может в любой момент ап, брюки превращаются в элегантные летние шорты, сделаются уже не русской, а спорной. Что ж, все эти разговоры я хорошо помню по 2014 году, когда у нас, если кто забыл, Петр, донбасские дети будут сидеть в подваттлах Порошенко, был, по словам министра Лаврова, лучшим шансом для Украины. И сам Донбасс тоже упорно считался Украиной, пока не стало слишком поздно для быстрых и почти бескровных решений. Начальство всегда остается собой. И если есть в России что-нибудь по-настоящему спорное, мягко говоря, то это не те русские земли, которые мы прошлой осенью вернули, а что-то совсем другое. Достаточно включить телевизор, и сразу можно понять, что. Я все это приветствую. Ну, то есть не в смысле смысл этих ксенофобских ужасных речей, призывающих уничтожать Украину как государство, захватывать ее территорию. Нет, я приветствую разлад. Разлад в любом его виде. Вообще, что делает диктатуру сильной? Диктатуру делают сильной единство вертикали. Когда силовики, военные, пропагандисты все четко подчиняются иерархии и, преследуя одну цель, занимаются одним и тем же. Здесь же мы видим совершенно другое. Ощущение провала, ощущение потери веры в нынешнюю власть приводит к развалу и расколу на самых разных фронтах. На фронте информационном, когда Министерство обороны показывает фотки комбайна, а Z-каналы такие, это комбайн, это не леопард. Они-то по-хорошему должны говорить, да, это леопард, и Пригожин должен впереди всех кричать, да, это леопард, мы уничтожили леопарда. Ведь в конце концов, свобода это рабство и все прочее. В чем угодно можно убедить абсолютно всех людей, если все будут делать это как бы хором. Но они не делают хором. Они уже все спорят друг с другом, делят ресурсы, делят шкуру неубитого медведя, борются друг с другом иногда физически, как Вагнер с Министерством обороны, иногда информационно, когда кидаются одни пропагандисты на других пропагандистах во всех этих ток-шоу, во всех этих передачах. Все постоянно чувствуют обман. Z-патриоты думают, что власть их придаст, Z-вейнкоры не знают, кого больше боятся, Вагнера или Шойгу. Сам Вагнер думает, что ему уже все можно, и никто его не остановит. Ну и далее, и далее, и далее. И мы видим вот такое вот бурление, и потихонечку развал. Мы видим хаос. Хаос — это прямой антоним диктатуре. Диктатура построена на том, чтобы выстраивать четкую цепочку управления, в рамках которой все подчиняются единому центру принятия решений. Чем больше хаоса будет, тем слабее будет диктатура, тем сложнее будет отправлять солдат в атаку, или заставить их держать свои позиции, или мобилизовать новых граждан, или еще что-нибудь. И в этом контексте, конечно, очень поддерживаю новые тенденции. Отмены Маргариты Симонен, будь ты проклята культура отмены, как говорится, и рассуждения о спорных территориях я тоже поддерживаю. Пожалуйста, пусть грызутся друг с другом, пусть ищут друг к друге предателей, и прочее, и прочее. Может быть, эти предатели там и есть, черт его знает, потому что, в конце концов, сложно не согласиться с последним постом в той его части, что российской номенклатуре, российской элите, эта война не нужна. У них у всех были зарубежные виллы, их дети, их внуки, сыновья, и кто угодно учится за рубежом. Ну, то есть, им вся эта война вообще никуда не упала, и, конечно, они будут использовать любой шанс для того, чтобы эту войну прекратить и выбить для себя какие-то преференции. И, более того, когда они увидят, что Путин уже совсем ничего не контролирует, и система окончательно пошла в разнос, и уже есть угроза непосредственно жизни самой номенклатуре из-за каких-нибудь сбунтовавшихся зет-патриотов, то здесь они уже могут применять более радикальные меры, подключая силовой ресурс, подключая армейский ресурс, какой угодно еще. Собственно, так обычно диктатуры и падают в результате переворотов, которые продиктованы тем, что лидер потерял власть. И что путь, которым он ведет, абсолютно неправильный. Говорю ли я о том, что из-за того, что Маргариту Симоньян назвали предательницей зет-патриот, и сейчас в России будет перевод? Нет, конечно. Но я говорю о том, что никакого единения, никакой гомогенности нет даже в среде, которая специально заточена на это объединение и гомогенность, которая деньги за это получает. Нет, они уже начинают грызть друг другу глотки. Ну, как начинают? Продолжают, на самом деле. Начинали они гораздо раньше. И это здорово и хорошо. Особенно в преддверии выборов. Я не считаю выборы настоящими. Я не считаю, что будут даже по-настоящему подсчитаны голоса. Но, собственно, вот эта вот ультралаилийская военная общественность, она создает российской власти. Много проблем на этих выборах. Мне предполагается так. Они могут организовываться в различные структуры. Они могут, собственно, вести какую-то саботажную деятельность. В общем, по-разному они могут себя проявлять. Но пока их работа на информационном фронте меня полностью устраивает. Потому что лояльные Владимиру Путину и приветствующие войну люди видят, что происходит раздрай. И чем более будет ослабленной власть, тем более будет ослабленной в том числе и российская оккупационная армия, которая пытается уничтожать Украину. Правда, сейчас, наверное, пытаться уничтожить Украину они будут все меньше. Потому что они будут пытаться накапливать ресурсы для того, чтобы в критический момент вступить в бой с другими, значит, некогда лоялистскими ресурсами нынешней российской системы. Но это я уже забегаю вперед. В конце концов, я давно обещал ролик про варианты, скажем так, завершения путинской власти. Я не очень люблю такие вещи, потому что, ну, я не люблю фантазировать. Мне не нравится это, да? Но если запрос будет, то могу, что называется, попробовать на выходных с вами поделить своими соображениями на эту тему. Ну, а с вами был Майкл Наки. И до скорых встреч. Всего доброго. Пока.